Всем привет! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород Круглый Кот. Я у себя в саду и навожу порядок. Вот так у меня сейчас выглядит в саду. Очень холодно, у нас очень сильное похолодание. И вы знаете, вот эти вот цветы просто радуют, потому что они цветут и кажется, что у нас все хорошо. И погода хорошая, и птички чирикают. На самом деле очень холодно. Вон там моя поляна нарциссов, которые я вам уже показывала. Ну а здесь пасхальные яйца, как мы называем. Это гиацинты. Видите, они настолько красивые. Правда, я их не выкапывала уже пару лет. И когда их не выкапываешь, они в общем-то мельчают. Нужно их выкапывать каждый год для того, чтобы получались вот такие вот красивые шарики. Но вообще речь сегодня не об этом, а о лаванде. Вот моя лаванда. И наконец-то сейчас я ее стригу. Вообще лаванду можно было постричь намного раньше. То есть как сойдет снег, как выбраться в сад, на дачу можно. Уже можно ее стричь. Но я ее так рано никогда не стригу. По каким причинам? Ну, во-первых, я начинаю стричь, когда у нас, видите, уже пускают зелененькие молодые листочки. Вот это вот уже начинают новые молодые. То есть когда начинается, ну, такое активное сокодвижение. Почему? Потому что вот эти вот череночки, которые я обрезаю, вот я вам сейчас покажу. Вот я уже пообрезала на некоторых кустах. Видите? Вот эти вот череночки я погружаю просто в землю, где-то наполовину. Вот так вот. Погружаю в землю и они очень хорошо принимаются. То есть настолько легко и просто можно размножить лаванду. Вот сейчас вам покажу вот такую вот кучку. Это вот я обрезала свою лаванду. Я могу выбрать отсюда самые красивенькие. Да, там есть и мелкие, и короткие. Я выбираю какие покрупнее. И я буду высаживать их в грунт. И получатся нормальные кусты лаванды. Вот сейчас я вам покажу кустики, которые посадила в прошлое. Даду таким вот самым образом. Вот. Вот эти вот молоденькие кустики. Видите, молоденький кустик. Вот был посажен таким образом. То есть черенок, ну сантиметров 10 черенок приблизительно. Половина в землю погружаю, половина торчит из земли. То есть на поверхности земли. Вот эти вот кустики, это у меня молодые. Ну, а вот эти вот старенькие мои. Я уже обрезала вот эти вот кусты. Ну и сейчас добралась до последнего. Ну, как обрезать? Значит, смотрите. В общем-то, я не одинаково обрезаю, как говорится, каждую веточку. Но главное, чтобы вот если обрезать слишком низко, взять, да, то вот эти вот старые ветки, вот на них цветение, да, будет. Но очень мало. Видите, на старых тоже пускают молодые, молодые листочки. Но не так активно. То есть нельзя обрезать вот эту вот всю массу, оставляя только старые. То есть немножечко зеленые оставляю. Ну, произвольно. Я не могу сказать, что вот это вот какое-то определенное правило. Вот так вот секатором, секатором обрезаю. Обрезаю, навожу порядок на своей лаванде. Проверила, не нравится, могу еще немножко больше. То есть придаю форму. Ну, лаванда, конечно, она красавица, но у нее есть минус тот, что она выходит из зимы довольно-таки некрасивой. Вот такой вот разложистой, развалившейся, да. Вот часто, если у нас снега огромные, бывают и такое, вот под тяжестью снега лаванда просто ломается. Кусты раскидываются, и они такие вот немножко безобразные. Вот так вот я обрезаю лаванду. Ну, в общем-то, не буду я все показывать, да. Вот я вам показала. Обрезаю. И не бойтесь обрезать, даже вот сейчас вот молоденький, да, казалось бы. Ну и что, оно сейчас быстро нарастет, сбоку нарастет. Придаёте форму, какую нужно. Вот не нравится мне вот эта вот ветка внизу обрезала. Зачем она мне, если она мне мешает? То есть не бойтесь с лавандой ничего делать, потому что очень хорошо нарастает, и все потом восстанавливается. То есть придавайте форму, которой вам надо. Единственное, что, как я сказала, что не углубляйтесь, то есть не сильно укорачивайте, потому что, ну, может быть, немножко куст такой вот бедноватый. Это, во-первых, то, что я черенкую и таким вот образом размножаю. Почему я именно сейчас стригу? Я пробовала, когда я нарезала черенки пораньше, то есть, ну, вот месяц назад, да, ещё когда в марте месяце можно было что-то делать на даче, эти черенки не принимались. Нет. То есть не спешите наводить порядок с лавандой. Ну, а вторая причина, это потому что, посмотрите, вот это вот веточки, да, которые я обрезала, вот на них зелёненькие, они настолько сейчас ароматны, потому что вот какие у меня букеты есть из лаванды, из цветов, они уже потеряли свой запах. Нет у него уже такого запаха. А вот эти веточки я сейчас нарежу мелко, и такую вазочка у меня есть прозрачная, да, и вот такие вот веточки у меня там будут. Да, они подсохнут, но это тоже будет очередной аромат у меня в комнате. Ну что ж, если хотите, прислушивайтесь к моему совету. Не спешите обрезать лаванду, потому что можно начеренковать, посадить и иметь новые кусты. Ну, а второе, это то, что вот вы себе нарезали вот такие вот, ну, и можно подушечки сделать, ну, кто что хочет, я просто в вазочку ложу, и у вас будет очаровательный запах у вас в помещении. Ну что ж, с вами была Наталья, и желаю вам всего-всего наилучшего. Всем пока!